МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире служба новостей Саров-24 в студии. Константин Перевозчиков, здравствуйте. Смотрите сегодня в выпуске. Плюс 4 новых больных и 27 выздоровевших. Как развивается ситуация с коронавирусом в Сарове? У природы нет плохой погоды. Стоит ли ждать возвращения жарких дней? Скоро в школу. Как горожане готовятся к новому учебному году? Далее расскажем обо всем подробно. В России официально зарегистрирована первая вакцина от COVID-19. Об этом заявил президент Владимир Путин на совещании с членами правительства. Знаю, что она работает достаточно эффективно, формирует иммунитет устойчивый. И, повторяю, прошла все необходимые проверки. Президент добавил, что одна из его дочерей сделала себе такую прививку. После первой перевивки температура у нее была 38. На следующий день 37 с небольшим и все, рассказал глава государства. По словам Владимира Путина, разработанная в России сыворотка формирует устойчивый иммунитет. Первая вакцина от коронавируса разработана в научном центре имени Гамалеи. Как рассказал один из разработчиков, зам директора по научной работе Центра Денис Лагунов создавали ее стандартным для всех векторных вакцин образом на основе вариантов вакцины против МЕРС, собрата Сарского-2. Работа над новым препаратом началась в феврале, когда стало понятно, что он заревает серьезная проблема. Новые вакцины были привиты несколько сотен добровольцев. И ни у кого на нее серьезных нежелательных реакций не было, подчеркнули в Росздравнадзоре. Вакцинация медработников начнется в августе-сентябре, заявила вице-премьер Татьяна Голикова. В гражданский оборот вакцина поступит 1 января 2021 года. Говорится в регистрационном удостоверении. Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что вакцинация от коронавируса будет бесплатной. За последние сутки в России зафиксировали еще 4945 случаев коронавируса. Общее число зараженных в России приближается к 900 тысячам человек. Всего с начала пандемии скончались 15131 человек. Вылечились более 703 тысяч пациентов. Тем временем в мире COVID-19 зафиксировали у 20 миллионов человек. Более 53 тысяч дошкольников Нижегородской области посещают детские сады. Об этом сообщил региональный министр образования, науки и молодежной политики Сергей Злобин. Всего открыто 1095 садов. Это 95% от общего количества дошкольных учреждений области. 383 детских садов в 27 муниципалитетах Нижегородской области без учета Нижнего Новгорода работают в режиме свободного посещения. Решение об открытии принимают муниципальные штабы. Исходя из эпидемической ситуации в том или ином районе, подчеркнул Сергей Злобин. По словам министра, карантин введен в 20 группах детских садов региона. Их воспитанники и воспитатели, которые контактировали с зараженными, находятся дома на изоляции. В Сарове сады открыты в режиме дежурных групп. Губернатор Глеб Никитин в своем аккаунте в Инстаграм рассказал, что нижегородцам старше 65 лет можно выходить на работу и возвращаться к нормальной жизни. При этом глава региона подчеркнул, что самоизоляция все же носит рекомендательный характер. И если есть возможность остаться дома, лучше и воспользоваться. За последние сутки в Нижегородской области зарегистрировано 119 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число жителей области с подтвержденным диагнозом COVID-19 достигло 25 128 человек. При этом более 86% от общего числа заболевших уже выписаны. Число погибших от коронавирусной инфекции нижегородцев достигло 414 человек. Коэффициент распространения COVID-19, согласно данным регионального Минздрава, сейчас превышает единицу. Четыре новых случая заболевания коронавирусной инфекцией зафиксировано в Сарове. Всего за время эпидемии было заражено 1016 саровчан. Выздоровели 801 человек. Это плюс 27 за сутки. Из 25 госпитализированных 24 человека лечатся в КБ номер 50. Один в тяжелом состоянии, 14 в состоянии средней степени тяжести. Один человек госпитализирован в инфекционную больницу номер 2 Нижнего Новгорода в тяжелом состоянии. Пять человек скончались. За сутки проведено 310 исследований. Российские школы после открытия 1 сентября не станут рассадниками коронавируса. Прежде всего из-за его особенностей. Об этом в интервью российской газете рассказал инфекционист Евгений Тимаков. По его словам, дети намного реже болеют коронавирусом. Всего 5-7% от числа инфицированных взрослых. Чтобы заразиться, необходим тесный и продолжительный контакт. С учетом мер профилактики, который был принят в школах, массовое распространение COVID-19 осени можно не опасаться. Гораздо больше шансов у школьников будет подхватить ОРВИ. Особенно если в класс кто-то уже придет с простудой. В этом случае сыграет свою роль коэффициент передачи этой инфекции от человека к человеку. Для острых респираторных заболеваний достаточно мимолетного контакта, напомнил эксперт. Так что подумать об укреплении иммунитета подростков их родителям стоит заранее. Дистанционное обучение в школах Российской Федерации вводить не будут. Учебный год начнется 1 сентября в обычном формате. Об этом еще в конце июля заявил министр просвещения Сергей Кравцов. При этом Роспотребнадзор выдвинул к школам определенные требования. В частности запретил проводить массовые мероприятия. Каждому классу будет выделено свое помещение. А время начала занятий для всех будет разным. Что думает по этому поводу соровчане? Как дети и родители готовятся к школе и как готовятся к возможному дистанционному обучению? Об этом смотрите далее. Всего три недели остается до начала нового учебного года. Власти заверили граждан, что возобновление дистанционной учебы осенью пока не планируется. Однако понятно, что традиционная учеба в период пандемии не останется прежней. Как готовиться к новому учебному году? Дети и родители пойдемте узнавать. Как готовимся? Все закупаем. Тетрадки, обложки, ручки, концтовары. Но ждем самых, не знаю, чего-то хорошего. Я думаю, что если купить все самое необходимое, то нужно выложить приличные деньги, чтобы подготовить ребенка к школе, собрать его. Надоел дома сидеть. И знания хочется получить. А вот расскажите, как считаете, лучше дистанционно обучаться или все-таки очень? Дистанционно тяжело на самом деле учиться, потому что когда у тебя учитель рядом находится, и с ним можно намного легче общаться и легче понимать все это. А когда ты дома находишься, на самом деле тяжелее учиться. То есть материал воспринимается тяжелее. Честно, во время пандемии было очень сложно. Во-первых, было и обучение сложное, и морально это было сложно. То, что ты не понимаешь, когда это все закончится, ты не можешь строить свои планы. Ну, лично для меня это... Я держалась на морально волевых, честно. Очень было тяжело в эту атмосферу все влиться, и учиться было тяжело. Поэтому мы очень хотим, чтобы вернулось нормальное обучение, как это было раньше, чтобы мы увидели своих одноклассников, учителей, друзей школьных. Хочется прочувствовать это все опять. Многие врачи, в том числе доктор Комаровский, говорят, что дети гораздо реже взрослых заражают друг друга, и ковид для них не опасен. Но, тем не менее, риск заражения в школе есть. Как обеспечить безопасность для детей и учителей? Нужно следующее. Во-первых, у детей, чтобы был крепкий иммунитет. Это самое необходимое условие того, чтобы детки были здоровыми. Для этого нужно заниматься физкультурой почаще. Родители, на них лежит ответственность. Да, чтобы на глазах учителей притирали почаще руки. Маски-то я не знаю, чтобы спасут или нет, но хотя бы рука. Руки, чтобы были чистые. Как маски, в первую очередь. Ну, второе, перчатки. Ну, и расстояние полтора метра. Масочки, естественно, все обработки должны быть. К 20 августа все школы должны быть готовы к приему учащихся. За оставшееся время родителям нужно купить все необходимое. А школьникам подготовиться к продуктивной учебе. А вот какой будет эта учеба, узнаем ближе к осени. Ирина Вышегородцева, Константин Островский и Сергей Рябов. Служба новостей, Саров-24. С 15 августа в Нижегородской области откроется летний осенний сезон охоты на пернатую дичь. В комитете госохотнадзора региона пояснили, что при нахождении в охоту годиях необходимо иметь при себе охотничий билет, разрешение на хранение и ношение охотничьего оружия, разрешение на добычу и, если требуется, путевку. В случае охоты без документов нарушитель будет привлечен к административной ответственности. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Со следующего года в России могут увеличить пособия на детей от 3 до 7 лет из малоимущих семей. Соответствующие поправки прорабатывает в Министерстве труда и социальной защиты, пишут известия. Сейчас размер пособия составляет половину прожиточного минимума на ребенка в регионе. В среднем это около 5,5 тысяч рублей. В Минтруде считают, что этой суммы недостаточно, чтобы вывести семью из-за черты бедности. Пособия хотят проиндексировать примерно в два раза – до 11-12 тысяч рублей в месяц. В Министерстве культуры Нижегородской области рассказали, когда театры смогут открыть свои двери для зрителей. По словам чиновников ведомства, для этого регион должен перейти на третий этап снятия ограничений, а мы пока что только на втором. При этом уже сейчас театральные коллективы возобновили репетиции, а значит могут полноценно готовиться к премьерным спектаклям. Для справки, в соответствии с методическими рекомендациями Роспотребнадзора, к третьему этапу снятия ограничений можно переходить только если индекс распространения инфекции опустится до 50-х. То есть, когда каждые 4 дня число заболевших будет сокращаться в два раза. Владельцев квартир, домов и дачных участков проконсультируют по телефону. В четверг, 13 августа, Управление Росреестра по Нижегородской области проведет горячую линию по теме государственная кадастровая оценка объектов недвижимости, проводимые оценочные мероприятия, использование результатов. Звонки будут принимать по номеру 8 831 411 85 73 с 10 утра и до полудня. Среднестатистический житель планеты проводит онлайн почти 7 часов ежедневно. Свидетельствуют результаты исследования компании WearSocial. Согласно их данным, почти 60% населения планеты имеет возможность выходить в онлайн. Количество пользователей социальных сетей преодолел отметку в 3 миллиарда 800 миллионов человек. В группах канала 16 мы спросили соровчан, сколько времени они проводят в социальных сетях. Большинство выбрало вариант 1-2 часа в день. Более 5 часов в день в соцсетях проводят 30% опрошенных. От 3 до 5 часов в день 27%. Менее часа в день тратят на виртуальное общение почти 9%. Резкое похолодание и затяжные дожди. На европейскую часть территории России раньше времени пришла осенняя погода. Температура воздуха будет ниже климатической нормы на несколько градусов. По прогнозам синоптиков, такая погода продержится до конца недели. Потом ожидается потепление. Погода в Сарове изменилась резко. Еще в понедельник ярко светило и по летнему грело солнце. Утро вторника встретило соровчан похолоданием и моросящим дождем. Небо затянули серые низкие тучи. Дожди будут идти до субботы. Такая погода в Нижегородской области нетипична для середины августа. Обычно такое похолодание приходит в регион во второй декаде сентября. В ближайшие дни столбики термометров не поднимутся выше плюс 15 градусов. Похолодание будет сопровождаться дождями, причем не коротковременного характера, а на фоне пониженного атмосферного давления облажными. Дожди будут идти до субботы, поэтому, выходя из дома, берите с собой зонт. Потепление синоптики прогнозируют лишь к концу недели. В воскресенье днем воздух прогреется до плюс 18-23 градусов. Ночью будет около плюс 13. Очень комфортно обещает быть начало следующей недели. Под влиянием антициклонов в дневные часы столбики термометров будут подниматься до плюс 20 и даже плюс 22 градусов. Ночи крайне холодные. До плюс 8, в низинах до плюс 5 градусов. Но зато есть и плюсы у такой погоды. Можно наблюдать знаменитый августовский звездопад. О календарном начале осени и погоде в сентябре пока говорить рано. Более точный прогноз будет известен после 15 августа. Но по средним многолетним значениям температура воздуха в первый осенний месяц будет близка к климатической норме. Плюс 11, плюс 13 градусов. В Сарове стартовала акция «С миру по листочку-2020». Этот благотворительный проект проходит в нашем городе уже 12 лет. Традиционно в августе начинается сбор помощи семьям с детьми к 1 сентября. Кроме концтоваров принимается школьная одежда, спортивная форма, обувь и другие вещи для учебы. В этом году акция будет проходить онлайн. Также сбор пожертвований будет вестись на крыльце двух торговых центров. Подробности далее. Пусть наши дети учатся жить в мире, где мы помогаем друг другу. Под таким девизом работает волонтерский центр «Радость моя». За 12 лет благодаря их стараниям сотни семей подготовились к дню знаний. На этот раз мы делаем основной акцент на город Саров, потому что в последние годы мы всегда помогали Дивеевскому району. В этот раз мы стеснены в средствах и очень затруднен сбор средств. В прошлом году помощь оказали 460 ребятам. В этом году пока зарегистрировано 420 детей. Организаторы надеются, что акция «С миру по листочку» вновь найдет среди горожан большой отклик. Помочь можно не только деньгами. На гуманитарном складе принимают детскую одежду, обувь, школьные принадлежности и канцелярские товары. Сейчас у нас самая дорогая позиция – это общие тетради для старшеклассников. Просто хочется… У них не очень разнообразный набор. У маленьких там больше всяких школьных принадлежностей. У старшеклассников все лаконично. Но вот хочется дать им достаточно много этих общих тетрадей. Поэтому если будет такое желание помочь, пожалуйста, общие тетради. Но желательно, знаете, с таким оформлением, чтобы можно было дать как мальчику, так и девочке. Семьи, которым требуется поддержка, составляет Центр социальной помощи семье и детям. Если вы хотите принять участие в сборе и помочь нуждающимся, приносите вещи на гуманитарный склад по адресу улицы Пушкина, 24А. Также принять участие в благотворительной акции можно у торговых центров «Плаза» и «Куба». В эту пятницу с 17 до 20 часов и в субботу с 12 до 15. Более подробную информацию об акции можно посмотреть в группе ВКонтакте «Саровский центр волонтеров. Радость моя». Ирина Вышегородцева, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей «Саров-24». И это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16», в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук и Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Ютубе и смотрите все информационные выпуски, авторские программы и расширенные версии репортажей в удобное для вас время. В студии работал Константин Перевозчиков. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Редактор субтитров А.Семкин